В межведомственном семинаре, посвященном актуальным вопросам психического здоровья, приняли участие специалисты учреждений здравоохранения города, учителя и педагоги. С докладами на темы, которые сегодня касаются практически каждого, выступили психиатры, неврологи, психологи и эпидемиологи. По словам специалистов, психическое здоровье определяет качество жизни человека. От него зависит личное счастье, профессиональные успехи, взаимоотношения с другими людьми и физическое здоровье. По данным исследований, 70% самоубийств, которые происходят в мире, совершаются людьми с хроническими либо острыми заболеваниями. Психическое здоровье может подрывать стресс, который стал частью жизни современного человека. В наше время, время стрессов и страстей, люди борются с ними, не задумываясь о том, что нужно не бороться, а не допускать. Стресс, особенно хронический, он подрывает здоровье человека, истощает нервную систему и радушно открывает ворота болезни. Депрессия – распространенное психическое расстройство. Она может возникнуть у абсолютно любого человека, независимо от пола и социального статуса. Чаще депрессией заболевают люди 30-40 лет. При таком психическом расстройстве нарушаются биологические ритмы человека, появляется бессонница. Как отметила Ольга Попека, врач-психиатр психоневрологического диспансера, в состоянии депрессии надежда умирает первой. Человек не верит, что когда-нибудь ему станет лучше. Проявляется депрессия вот тремя основными симптомами. Это сниженное настроение, не просто сниженное, а очень сниженное, которое длится долго. Критерием считается 14 дней. Ну, понятно, что психиатр не будет прямо по дням ущипывать, но вот примерно. Задорможенное смышление и двигательное задорможение. Очень часто родственники не понимают, постоянно приходится оговаривать, а человек в депрессии не ленивый, человек в депрессии не слабый, человек не притворяется, у человека действительно болеет воля. Не может он быстро думать, двигаться и делать все то, что делал раньше, в том числе и работать. На межведомственном семинаре была затронута тема инсульта. На сегодняшний день острое нарушение мозгового кровообращения занимает второе место по количеству смертей во всем мире – более 4,5 миллионов. Инвалидность от инсульта в мире опережает все другие болезни. Среди факторов риска – возраст, наследственность и пол. К слову, заболевание в полтора раза чаще поражает мужчин. Инсульт и инфаркт миокарда помолодели и уже возникают у 30-40-летних. Среди причин этого грозного заболевания есть те, на которые мы можем повлиять. Это вредные привычки, употребление алкоголя и курение, малоподвижный образ жизни и неправильное питание. Мозговая катастрофа может стать следствием сильного стресса. При первых признаках инсульта необходимо срочно обратиться за медицинской помощью, поскольку здесь имеет огромное значение фактор времени. Сейчас в Пинске практикуется новый метод лечения ишемического инсульта – внутривенный тромболизис. Если человек выставляется в стационар с ишемическим инсультом, он возможен с выполнения в течение первых трех часов. Понятно, что человек должен быть хотя бы за час доставлен до этого, потому что необходимо провести определенное исследование, чтобы обследовать пациент, потому что очень много предпоказаний. То есть, если человек попадает в эти рамки, вводится препарат внутриверно в тромболитическое вещество и растворяется этот тромб. Специалисты рекомендуют при проявлении опасных симптомов, относящихся к депрессивным состояниям, другим психическим расстройствам и уж тем более инфаркту, ни в коем случае не медлите обращаться за помощью к врачам.